МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Преподаватель Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия Галина Попова. Галина Геннадьевна, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Говорить мы будем сегодня в нашем эфире про то, как полезно и хорошо провести лето, чтобы потом было что вспомнить долгими зимними вечерами. Во втором блоке мы будем говорить о летнем времяпрепровождении детей. А первый блок мы начнем с темы переподготовка, профессиональная переподготовка 2024. Но я думаю, что верно будет начать с того, чтобы познакомить наших слушателей и зрителей, а кому-то просто, может быть, напомнить о том, что за школа высшего инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия, какая цель этого учебного заведения, и чему вы обучаете тех, кто к вам приходит. Да, вы знаете, у нас особое учреждение, мы очень гордимся тем, что работаем в нем. История уже больше 25 лет, почти 26 лет нам. В прошлом году мы отмечали юбилей, подводили итоги, делали какие-то срезы, смотрели сильные и слабые стороны. Ну, надо сказать, что нашу школу создавал Михаил Ефимович Николаев в то самое время, когда очень много прорывных позиций было в нашей республике. Мы благодарны ему за это очень сильно, потому что это человек, который чувствовал, держал руку на пульсе и понимал, что нужно жителям нашего самого большого региона. И вот эта школа, она, конечно, дала очень большой задел многим людям, которые смогли построить свою карьеру, быть полезными нашей республике. И, конечно, по-большому счету это усилило нас, как регион, наши управленческие кадры, практически все прошли обучение на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики Саха-Якутия. Сам статус, мы гордимся этим, и он нас обязывает очень ко многому. В вашу школу могут прийти эти люди, которые уже занимают руководящий пост, которые являются лидерами, руководителями, и повысить свое мастерство в этом статусе. Но могут ли прийти люди обычные, которые просто хотят попробовать, вообще лидер это про меня или нет. В некоторых школах есть ведь такие тесты, когда детям предлагают ответить на какие-то вопросы и понять, ты в будущем, да, у тебя есть задатки лидера, или ты все-таки ведомый больше человек. Но не секрет, что мы можем прожить очень долго во взрослой жизни и так и не понять на самом деле внутри, кто мы способны, или мы на какие-то вот такие вот руководящие должности. Насколько для них доступна ваша школа для таких обычных людей, которые, может быть, даже и в третьем возрасте, да, может быть, даже там, ну, пусть третий там вдруг, ну, хорошо, если, да, но в зрелом возрасте хотят это для себя понять. Насколько это для них доступно, и насколько вы рады таким студентам? Ну, двери нашей школы открыты для всех. Это не только профильное учреждение, которое обучает государственных и муниципальных служащих, а также всех желающих. И ограничений у нас по возрасту нет. Единственное, что мы принимаем на базе среднего профессионального или на базе высшего образования. Существует у нас портал «Команда Сахагов», на котором проходит тестирование. И вот как раз, если человек хочет определиться, лидерские качества у него есть или нет, желает ли он заниматься этим в будущем, может пройти сначала тестирование. И по поводу после этого тестирования выбрать себе подходящую программу. У нас программы разные на любой уровень, рассчитанные на любой уровень. Слушателям и зрителям я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Наши режиссеры Николай Слепцов-Айдин, Михаил Эверстов. Спасибо им большое за технический процесс. И телефоны 32 00 66, 32 11 66, по которым вы можете позвонить и задать свой вопрос гостям сегодняшнего эфира. И можно все из первых хост узнать о том, как поступить, какие программы. Может быть, у вас есть какие-то еще дополнительные вопросы, кроме тех, которые мы решили осветить сегодня в эфире. Ну, конечно, один из вопросов. Программа, ее можно осваивать очно, онлайн, дистанционно. Расскажите, пожалуйста. Ну и, наверное, самое главное у нас тема переподготовка. Наверное, об этом мы более подробно. Да, вы знаете, у нас большое количество программ. Мы, прежде всего, держим руку на пульсе и пытаемся под все запросы, которые поступают в адрес нашего учреждения, реагировать быстро, оперативно и удовлетворять их. Ну, есть классические программы, которые реализуются уже на протяжении большого количества лет. Например, профессиональная переподготовка по Госмунуправлению. Ну, прежде всего, она нужна, наверное, всем, кто собирается занимать какие-то определенные посты управленческие. Это может быть ее отсутствие, может быть, препятствием в назначении. Поэтому люди, понимая это, очень охотно записываются на эту программу профпереподготовки. Хотя даже она у нас в этом году, скорее всего, будет переформатирована. То есть мы понимаем, что вот тот классический вариант, который сейчас действует, и по которому ближайший выпуск у нас намечен защитой дипломов на 17-18 июня, вот, мы подумали о том, что есть разные категории людей. И кому-то нужно очень быстро пройти, получить диплом, пройти обучение, и возможности приходить в очном формате к нам мало. Поэтому мы, скорее всего, сделаем вариант полностью дистанционный, и пройти обучение можно будет в совершенно короткие сроки, насколько допустимы. Вот, насколько человек сможет освоить все эти модули. Во время обеда как раз, да, у вас есть такой небольшой срок, там, 3 месяца, да, у вас есть? Да. Это, видимо, специально летом, когда люди уже могут от основной работы отдохнуть. Мы, скорее всего, стартуем летом, но она будет действовать круглый год. То есть в любом случае ты можешь подстроиться под свой отпуск. И там очень хорошо будет тем, что не нужно будет формировать группу, не нужно будет ждать общего набора, чтобы начать обучение. Человек полностью имеет возможность формировать свой учебный график под себя. То есть он выкупает программу и в своем ритме ее проходит? Да, совершенно верно. Это очень удобно. Я так сама проходила обучение не раз. Мне очень зашло, что называется. А в эту программу входят там какие-то задания или лекции с преподавателями? Конечно. Там есть лекции онлайн, там есть вариант записи, есть вариант текстового освоения материала с последующим прохождением небольших тестов локальных. Есть итоговое задание, которое также может не заканчиваться защитой диплома в плане классической защиты дипломной работы. Это может быть выпускной экзамен. Это может быть итоговое тестирование. То есть все это определяется уже на уровне самого учреждения. Вот один вариант такой. Я не могу сказать, что он более легкий. Я не могу сказать, что он очень удобный. И есть второй вариант, который сейчас находится на стадии разработки. Мы его делаем очень активным, с использованием активной формы обучения. Он рассчитан тоже для тех людей, которые очень хотят себя прокачать. Какие-то определенные свои управленческие навыки. Поэтому онлайн и оффлайн – это два формата, которые будут в арсенале нашего учреждения. И любой человек сможет выбрать для себя, какой для него более подходящий. Но в любом случае это будут программы чуть больше 250 часов. И даже оффлайн вариант можно будет пройти в течение одного года. А есть такое, что человек хочет уровень повышать. Вот он, допустим, на руководящей должности уже сколько-то лет. Он прошел у вас одну программу, ему понравилось, он почувствовал пользу от этого. Почувствовал, что он более уверенно руководит, у него больше знаний. Есть ли еще какой-то уровень, который он может выше пройти, чтобы еще больше в этом прокачаться? Конечно. Да, есть. Как раз такой уровень предлагает президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства. Эта программа у нас федеральная и существует уже более 25 лет. Республика сотрудничает с Федеральным ресурсным центром в течение полу-четверти века. И вот эта программа, она как раз-таки дает следующий уровень. Наши выпускники, мы ими гордимся, занимают разные посты в государственной службе, в муниципальной службе, а также в производственных компаниях. Это крупные руководители и крупные предприниматели. Республики, мы ими очень гордимся. И даже не буду переходить прямо на имена, но... Это хочется спросить. Может ли к вам придти президент, мэр, повысить еще раз свою квалификацию? Я хотела узнать, о чем эти лекции, какие предметы преподают, о чем рассказывают на курсе, что это такое стать хорошим руководителем, какими нужно владеть знаниями. Высшая школа инновационного менеджмента является оператором этой программы, а обучение проходит в Москве на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Практика, ориентированное обучение конкретно. Там нет такого, чтобы прям лекционные материалы. Все на проектах, зациклено, заточено на одном проекте, который в процессе обучения выпускники разрабатывают, внедряют у себя на предприятиях и тем самым продвигают на уровень выше свою организацию. И о выпускниках, если кратко говорить, то мы гордимся, конечно, и вы говорите мэр, да? Как раз таки мэр у нас и является нашим выпускником. Этой программы именно? Именно этой программы. А также он является победителем программы «Лидеры России». И в связи с этим его проект, который он разрабатывал в течение обучения по президентской программе, мы видим сейчас. Это дороги города Якутска, который проект обучился и притворил жизни. Я, как человек, который ездит на общественном транспорте, я так намучилась, так не терпилась. Нет, но мы тоже на проспекте Ленина один находимся, да? И какое-то время, промежуток времени, к нам подъезда даже не было. Ремонт шел глобальный. И мы тоже думали, вот как же так, как же так? Вот дороги – это большая проблема. Не заезды, не проезды. Но в любом случае мы видим сейчас подседивные преобразования, конечно. Это позитивный момент, и выходим, и говорим, как же здорово, все-таки преобразилось, мы видим результат. То есть обучение, оно не в классическом варианте, просто прочитал, пересказал, заполнил, сдал тест, да? От этого обучения выигрывает и компания, которая посылает этого человека, и мы видим социальный эффект от этого. Потому что проект, который разрабатывает человек, либо команда, он внедряется в жизнь. То есть какие-то жизненные ситуации, они становятся прям зримо ощутимыми, понимаете? То есть вот деятельностный подход, он во всем абсолютно. В центре меня радует, что сделали дорожки для велосипедистов. Но я по привычке, меня туда прям заносит. И я все время забываю, нарушая границы теперь велосипедного транспорта. Очень бы хотелось, чтобы и такое внимание было к окраинам города. Я как человек, живущий на окраине, тоже хочется так, чтобы было все. Доберемся. Обещаю, что все хорошо. У кого-нибудь пускай будет такой проект для... Ну и смотрите, кроме этого еще, например, каждый руководитель понимает, что без умения общаться со своей командой, договариваться с партнерами, ты вряд ли станешь крепким руководителем, сильным руководителем. Поэтому такие курсы, которые непосредственно веду я, и за направление отвечаю я, это эффективные коммуникации. Поэтому буквально к вам на передачу я пришла с этого курса. У нас обучаются малыми группами. Абсолютно практикоориентированный курс. То есть один очень интересный вывод был сделан сейчас. Один из слушателей сказал, это была технология, я поняла, какая. Это была технология научись плавать, когда берешь просто человека и опускаешь его в воду, и говоришь, плыви. Вот то же самое, не нужно рассказывать, как нужно красиво говорить. Нужно просто дать человеку возможность выйти и представить то, что ты хочешь, рассказать о своем проекте. А потом уже очень аккуратно, чтобы не навредить, корректировать его, давать ему не советы, а говорить, где его точка роста, и подтягивать его до эталонного варианта. Это психология. Это коммуникации плюс психология, да, вот он такой. Поэтому и этот курс, он открыт абсолютно для каждого. То есть мы готовы сотрудничать с любым предприятием. Это можно заказать этот курс на своих сотрудников из расчета этого, да. Можно просто частному лицу прийти, произвести незначительную оплату, и в течение двух дней, не поверите, двух дней, а эффект очень хороший от этого промежутка времени дается. То есть мы видим прям динамику, как человек начинает говорить. Мне кажется, всем надо вообще. Конечно, приходите, будем рады, да. Как смотреть в глаза, вот абсолютно всё. Какие жесты, какая мимика. Потом есть ещё отдельный курс тоже по коммуникациям. Он связан с умением вести диалог. Как вести диалог так, чтобы абсолютно точно вы знали, как он должен завершиться в вашу пользу. Это манипуляция ведь. А любая коммуникация – это манипуляция. Согласитесь, даже если... Чтобы быть бережной и небережной, да. Да, конечно. Даже если вам говорят, Светлана, я вас люблю, и не слышишь в ответ, я тебя тоже, потому что я почему-то не ответил, а почему ты задумался и так далее, да. То есть в любом случае... А как правильно реагировать? Ведь бесит, когда ты не получаешь ответ того, что ты дал. То есть вот эта вот история про баланс, она сейчас очень популярна. Да, конечно. Поэтому приходите к нам, мы вас научим. И правильно реагировать, добиваться того, чтобы отсвечали так, как вы хотите. Про цены вы упомянули, они очень приятные. Мы за кадром поговорили о том, что это настолько доступная цена. И с учетом того, что, в принципе, это не так быстро, да, оно и не так растянуто. И цена, которая доступна, в общем-то, любому человеку, не руководителю, подчиненному. Да, конечно, конечно. И даже тому, кто на пенсии, возможно, да. Кстати, у вас есть ограничения по возрасту? Нет, ограничений нет. И здорово, что к нам приходят пенсионеры. У нас вот в этот выпуск, который, я говорю, 17-18 числа будет защита, у нас есть люди пенсионного возраста, которые сейчас уже не работают. Но они говорят, мы хотим быть грамотными управленцами своей жизни, своей старости, сделать ее счастливой, научиться общаться с детьми, внуками, правнуками, быть с ними на одной волнении, быть обузой. Люди рассуждают сейчас так, сейчас очень грамотные потребители наших услуг, понимаете? Надо же, покажите мне таких людей. Есть, они есть, приходите к нам. А до какого возраста к вам приходят люди тогда уже, и раз нет границ? Ну, я не могу сейчас точно сказать, вот прямо мы эту статистику не ведем, но то, что люди, не работающие пенсионеры, есть, это абсолютно гарантированно. Вот на этом курсе, который сейчас у нас идет, они есть. Вы, конечно, сами как образец для подражания, у вас же огромный спектр деятельности, да, все, что вы делаете. Сейчас вот про возраст заговорили, я вспомнила вот ваш проект своей, да, где люди в таком преклонном возрасте, они там суперспортсмены, да, такие выдают результаты шикарные, смотришь и думаешь, ну вот надо же, как вот все мы по-разному устроены. Вы знаете, я думаю, что в любом деле, чем бы мы ни занимались, мы должны не только любить это дело, но и любить людей, которые вокруг нас, и видеть этих людей. То есть не замыкаться только на своей команде, не замыкаться только на себе любимом, но понимать, что рядом с нами живут очень яркие, очень сильные люди, не всегда способные рассказать о себе. Поэтому наша задача в каждом человеке сделать так, чтобы он поверил в свои силы, независимо от возраста, от национальной принадлежности, от половой принадлежности. Каждый человек – это космос, и главное поверить, что старт может быть в любом возрасте, понимаете. У нас есть еще кадровый конкурс. Это тоже очень хорошая тема. Когда-нибудь мы придем и расскажем более детально об этом. Он проводится каждый год. Это такой мягкий социальный лифт. Правда же? В прошлом году этот конкурс был, и по результатам его были очень серьезные назначения, сделанные в нашей республике. Выделяется 25 финалистов, и практически все из них получают какие-то назначения на знаковые должности в нашей республике. У вас столько энергии, много. Кто ваши учителя, Наталья Альбертовна? Кто вас так научил вот так вот энергично жить? Я сколько раз вас видела, я всегда удивляюсь, у вас просто столько энергии, что она через край бьется. Вы знаете, я патриот республики Саха-Якутия, я закончила Якутийский государственный университет. Я писала дипломную Валентины Викторовны Бессоновой и кандидатскую диссертацию Мира Яковлевна Мишлемовича. Это очень мощный педагог. Вообще у нас очень хорошее образование, надо сказать. Ну и, конечно, у меня семья. У каждого человека есть крепкий тыл. Галина, как многодетная мама, точно это знает. Вот, есть крепкий тыл. Моя мама педагог. И у нас всегда было уважительное отношение к мнению ребёнка. Даже когда этому ребёнку было 2 и 3 года, меня спрашивали, будем, не будем, делаем, не делаем. То есть воспитывать в ребёнке возможность делать выбор, это важно. Галина точно это знает. Расскажите, как вы с своими детьми общаетесь. Я это видела. Да, у меня четверо детей и к каждому индивидуальный подход. И я захватываю возраст, получается, студент, старший школьник, средний школьник и младшее школьное звено. Уже вот младший ребёнок пошёл. И с каждым индивидуально. Получается, что разговариваем как со взрослыми людьми, действительно проговариваем каждый момент. И в этом даём право выбора. Но при этом, если принцип такой, если выбрал, начал что-то делать, пожалуйста, доводим до результата. В мягкой, но настоятельной форме. Бери ответственность за результат. Да. За итог. Как раз у нас второй блок будет посвящён теме детей, как и наш текущий год. А сейчас у нас остаётся до конца эфира у нас остаётся четыре минуты. А, минута у нас... Ой, я совсем забыла. Так, хорошо. Да, что забыла. Минута остаётся. Может быть, я что-то не спросила. Вы, может быть, коротенько что-то хотите сказать? Да, вы знаете, я бы хотела сказать о том, что не только эта профпереподготовка, о которой мы говорили, по госмонуправлению запускается в этом году, ещё есть новые абсолютно программы. Это программа по практической психологии. Очень важная. Это программа по госэчар. То есть мы хотим, чтобы у нас на каждом предприятии были профессиональные люди, обученные кадровому делу. Возможно, запустится даже по волонтёрской деятельности переподготовка. Поэтому следите за нашими новостями. Будем рады видеть всех и каждого. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, с нами оставайтесь. Мы во втором блоке с этими же гостями будем говорить тоже про интересное, про полезное. Ну а тем, кому эта тема откликнулась, вы знаете, куда идти. Это Высшая школа инновационного менеджмента. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире продолжаем. В нашей студии по-прежнему, дорогие гости, заведующие кафедрой Государственного муниципального управления Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия кандидат педагогических наук Наталья Кашперская и преподаватель Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия Галина Попова. Ещё раз приветствую вас, наши режиссёры Михаил Эверстов, Николай Слепцов-Айдын. Телефоны прямого эфира 32 00 66 32 11 66. У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. В этом блоке мы будем говорить про летний отдых. Все, кто ещё не определился с отдыхом ребёнка, обязательно оставайтесь с нами до конца программы, потому что это отличный вариант. Это суперальтернатива любому, мне кажется, летнему отдыху для вашего ребёнка, потому что школа инновационного менеджмента приготовила, мне кажется, это такой даже подарок для родителей. Есть возможность оставить ребёнка с 9 до 6 вечера при пятиразовом питании и ещё при том, что ребёнок получит очень много полезных навыков и знаний. Пожалуйста, подробнее расскажите. Вы знаете, мы подумали, прежде всего, вообще чем руководствовались, тем, что мода на профессии, её формируют взрослые люди на самом деле. Помните, у нас был перекос, когда очень большое количество людей хотели быть юристами и экономистами. Потом мы озадачились тем, что никто не хочет быть предпринимателем, это не очень популярная профессия, и начали работать в этом направлении, популяризируя именно предпринимательство в молодёжной среде. Создавали школьные бизнес-инкубаторы, дети друг друга заражали новыми идеями, зарабатывали первые деньги. Это прямо было круто. И сейчас это всё работает. То есть многие дети действительно хотят заниматься бизнесом. И вот теперь мы находимся на той стадии развития нашего общества, когда далеко не каждый хочет быть белым воротничком, когда далеко не каждый хочет быть управленцем. То есть мода быть управленцем, она, к сожалению, отошла на второй план. А кем хотят быть? Предпринимателями. А, сейчас предпринимателями. Да, блогерами. Да, блогерами хотят быть. Вот. Поэтому мы подумали, готовить управленцев, наверное, нужно не после окончания вуза, а создавать моду нам, взрослым людям, на управленческую деятельность. А предприниматель разве это не руководитель? Он же тоже руководитель. Но там свои основы есть. Поэтому управлять малым предприятием одно, а управлять собой, управлять своим временем, управлять своей карьерой, управлять людьми. Этому надо учить. И мы подумали, что далеко не каждая школа научит этому и решили воспользоваться тем, чтобы начать формировать моду на то, чтобы быть грамотным, эмпатичным современным лидером и управленцем. Поэтому в этом году впервые на базе Высшей школы инновационного менеджмента создается вот такой вот проект, который мы назвали условно открытый университет. Такое серьезное название. Он действительно открытый, потому что абсолютно каждый в возрасте от Галина мне помогает. Это 11 до 14 лет вот в этом интервале. Мы готовы взять любого ребенка за совершенно небольшие деньги. Об этом Галина Геннадьевна расскажет более подробно. И программа построена по модульному принципу, что тоже очень удобно. То есть вы отдаете не на месяц ребенка и потом пожалев о том, что что-то пошло не так, либо изменили жизненные обстоятельства. Нужно что-то изменить. Это сложно. Мы делаем короткие недельные модули. Каждая из них будет иметь свою тему. Об этом тоже мы сейчас вам расскажем. И если ребенку понравилось, он может остаться на вторую неделю, доплатив, на третью, на четвертую. И так в течение практически всего лета. Вот какая тематика будет. Галина Геннадьевна расскажет. Да, вот впервые мы презентуем уникальную программу для детей школьного возраста. Это приурочено к году детства в республике Саха-Якутия и году семьи в России. Получается, у нас образовательный интенсив называется «Открытый университет» и предполагается пять смен. Одна смена на один модуль длится неделю. И первая у нас будет «Про лидер» называться. Вторая у нас будет называться «Про команда», «Про общество», «Про творчество» и «Про публичность». Вот пять смен, которые будут идти друг за дружкой. По времени это вот первый запуск у нас с 17 по 21 июня. Второй модуль у нас запускается с 24 по 28 июня. Третий у нас планируется с 1 по 5 июля. И четвертый с 8 по 12 июля. И последний пятый с 15 по 19 июля. Вот в каждом модуле, в каждой смене будут свои вот такие, скажем, фишки. Первое это у нас будет ну в каждом красной нитью будет идти ораторское искусство. Дети научатся презентовать себя, будут писать проекты, которые будут защищать перед строгой публикой, то есть перед командами, которые будут своими друзьями получаться. Возрастной ценз, почему мы взяли вот среднее звено школьной программы, именно вот тот возраст, когда нужно детям прививать навыки говорения. Вот у нас, к сожалению, сейчас прослеживается динамика, когда дети не говорят. Вот больше читают, больше смотрят, как-то визуалом. Переписываются, сейчас это удобнее. Да, 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 удобнее, и говорящих детей критически мало становится, и мы решили внести таким образом свой вклад, чтобы они научились себя презентовать, вести за собой людей, то есть в команде, чтобы они научились работать, и при этом занимали какие-то лидерские позиции. Вот, я думаю, что для родителей это будет действительно подарок. Почему? Потому что очень удобный график. С 9 до 6 приводить ребенка до работы и потом забирать после работы, согласитесь, это очень удобно. Да, даже если родители просто хотят отдохнуть от детей, да, и ребенок в это время будет обучаться чему-то полезному и находиться под присмотром специалистов, и дети же не будут постоянно находиться в замкнутом помещении, у вас еще планируются выезды, ребенок все равно будет на природе где-то, куда вы планируете? Да, мы планируем во-первых показать вообще как у нас все устроено, will to man, договориться, чтобы экскурсию посмотрели. Вот еще как попадешь, если не через вашу программу. поэтому постараемся сделать вот такие вот вещи, по крайней мере какую-то фотосессию, каждый сможет себя почувствовать в большом кресле. Вот, музей «Моя история» тоже готов распахнуть свои двери для нас, провести экскурсии, показать тематические всевозможные экскурсии. Это запланировано, кроме этого, у нас есть очень хорошая комната релакса, аудитория, там, где большие бескаркасные кресла, где можно будет просто поваляться, пожевать какие-то хрустяшки, в это время смотреть важные фильмы, которые и после этого мы обсудим, поговорим. Ну, то есть, провести время с друзьями, с новыми друзьями, а, возможно, будут приходить целые команды со своими старыми друзьями тоже в приятной атмосфере. У нас везде есть кондиционеры, везде очень комфортно, поэтому я думаю, что вашим детям понравится. И пять раз питание за это время, а чем вы кормить будете детей? Ну, конечно, мы будем кормить продукты. Но питание нам будет обеспечивать столовая Дома правительства номер один. Это хороший вариант. Это хороший вариант. Нам очень такое все диетическое, все правильно. И мы дружим с ними очень давно. Это наши партнеры, поэтому я думаю, что с этим проблем у нас не будет. Значит, полноценный обед будет абсолютно точный. полноценный обед и перекусы, полдники. Полдники, они обязательно будут включать фрукты, такое полезное, в общем, упор мы делаем на здоровье детей. И еще по программам я бы хотела сказать, что это не совсем понимание обучения, а тоже практическое, ориентированное. У нас будет много игр командных на выявление лидерских качеств. Во-первых, мы протестируем детей. То есть, они тоже отметят, где у них точка роста для себя. Потом будет много творчества, будет нейрографика. Также будут командные у нас и будут у нас еще и мастер-классы. Как раз упомянула Наталья Бертовна, это они будут коллективно под свои команды делать ролики и потом их презентовать. Будет много разных конкурсов. И при этом все фишки не будем раскрывать, но мы сделали очень приятные сюрпризы для ребят. умение работать на камеру, умение работать на камеру, умение дать интервью, куда смотреть. Вот эти вещи все, которые в школе, к сожалению, остаются как второстепенными, здесь они... А в жизни они главные. Конечно. И поэтому мы решили вот сейчас наверстать все, что уже упущено, либо может быть упущено, и сделать приятный сюрприз. А кто преподаватели? Судя по тому, что так много все разнопланово, там большая команда. У нас большая команда, у нас хорошие специалисты, у нас очень много игропрактиков, у нас много людей с высшим психологическим образованием, много людей, которые в арсенале имеют тренинговые вещи, поэтому я думаю, что будет весело. Я бы сама пошла. Приходите. По возрасту идти, по возрасту не прохожу. У вас, Галина, четверо детей, у вас кто-то идет в такой проект? Да, я как раз таки планирую записать свою дочь. Она сама изъявила желание попробовать прокачать свои лидерские способности. Ей 11 лет. Получается 5 модулей, да? Одна неделя это один модуль, вторая неделя. Есть ли такая возможность, чтобы, например, родители и дети зашли на сайт, посмотрели, о чем будет каждый из модулей и выбрали, например, какой-то определенный модуль, который им по датам тоже подходит? Да, конечно. Свобода выбора. То есть, это не обязательно записаться в первый и потом идти все 5. Возможно, вообще один модуль выбирайте абсолютно по тематике близкий, по интересам детей. То есть, если ребенок желает больше в командном, бывает же такое сейчас проблема буллинга, дети как-то предоставлены сами себе и нет вливания в коллектив. И чтобы научиться, вот это есть у нас будет модуль конкретно называться прокоманда. и если ребенка есть такие задатки публичности, вот он хочет выступать, но нет площадки, как раз таки у нас будет про публичность. И вот ориентированно на каждый момент у нас будет модуль свой и вот первый мы начинаем про лидер. Это очень интересно, потому что летом же обычно там детей пригружают, тебе нужно вот это прочесть, как будто ты от школы не отрываешься, а тут получается ты берешь то, чего в школе ты точно не получишь. Да, мы предлагаем совершенно другую программу от школьной. И постараемся ее игровой вот именно сделать. Да, вот она будет переноситься детьми легко в игровой. Давайте тогда для наших слушателей и зрителей, кто заинтересовался, наверняка таких много, куда можно позвонить или куда можно зайти, чтобы эту всю информацию посмотреть и быть в курсе. Да, телефон мы готовы вам предоставить. Это сотовый телефон, наш рабочий 8 924 560 44 29. Либо можно зайти в телеграм-канал, можно зайти на всех официальных социальных сетях Высшей школы инновационного менеджмента. Это телеграм-канал и ВКонтакте, а также подать можно и на сайте. Вся информация на сайте и как раз таки записаться тоже можно на сайте. И о модулях, и от стоимости. И территориально очень удобно. Вы находитесь в центре города по проспекту Ленина. И цена очень приятная, очень доступная и удобно, то, что родители за неделю заплатили, посмотрели на обратную связь от ребенка. Если хотят, то продолжат. Если понравится, то если ребенок захотел, можно продолжить. И стоимость, как я уже упоминаю, еще раз повторяю, 7 990 рублей. За программу пятидневную с 9 до 6. Сами бы что прошли из этих модулей? Что, на ваш взгляд, самое интересное? Ну, я бы пошла на про лидер точно, это интересно, и про публичность. Меня вот интересуют эти два варианта. Я бы пошла на про публичность тоже, и про общество. Вот мне интересно эта программа. То есть у каждого, вот видите, тут двое взрослых людей сидят, и у нас тоже мнения разделились. Я бы пошла вот это ораторское, которое прокачать. Ну, вы знаете, мы постараемся ораторское вставить небольшими порциями, но везде все-таки. Иногда же, знаете, бывает как, что ребенку достаточно просто создать ситуацию успеха, и дальше у него пойдет самого все. То есть я говорю, даже для взрослого человека с высшим образованием, с не одним высшим образованием, иногда бывает достаточно двух дней, полных двух дней, для того, чтобы он поверил свои силы, и из абсолютно зашоренного, зажатого в себе человека, который не выпускает сумку из рук, который не может выйти перед аудиторией, он превращается в абсолютно раскрепощенного человека, который может хорошо смотреть в глаза, доносить информацию до людей и убеждать их в каких-то вещах. Это очень важно. Поэтому давайте дадим возможность нашим детям воспользоваться этой ситуацией успеха. Именно для вас мы ее приготовили. Если не получится сегодня, то получится завтра. У нас пять дней в неделю будет для того, чтобы ваш ребенок воспользовался этим шансом. Еще интересно вот эта работа командная, то, что у вас есть игровые, командные вот такие вот группы, или, как это правильно сказать, такие проекты, где ты можешь... Мы же только взаимодействие, прикасаясь к другому человеку, мы можем что-то в себе как-то распознать, подсветить через другого и лучше себя узнать. Поэтому, мне кажется, это реально хороший такой подарок для наших горожан, для тех, у кого есть дети, кто подходит в эту возрастную категорию от 11 до 14 лет и за такую приятную сумму отдать ребенка в надежные руки, где его покормят, с ним поговорят, его увидят. И потом он очень много о себе, наверное, узнает и как-то... Да, конечно. ...какие-то приоритеты расставит уже заново. Абсолютно точно, потому что самое важное это отразиться в ком-то. То есть, когда у тебя кто-то говорит, говорит, обратную связь тебе дает. У нас почему дети хотят от мамы получить какой-то комплимент, от отца, потому что мы хотим отразиться. И чем больше мы отражаемся в других людям, тем больше мы узнаем о себе. Вот здесь мы как раз и будем строить ситуацию, когда ваш ребенок сможет отразиться. И тогда, может быть, вы и не узнаете его через эту неделю и поймете, что у вас уверенный в себе человек, который умеет выражать свою точку зрения, умеет делать осознанный выбор и несет ответственность за этот выбор. По крайней мере, мы будем стараться сделать все для того, чтобы это произошло. Ваша высшая школа инновационного менеджмента настроена на движение вперед, на познание чего-то нового. Какие главные качества для ребенка? И мы сейчас говорим в этом блоке о ребенке, о прошлом блоке говорили, о предыдущем, о взрослом. Какие главные качества для того, чтобы уметь двигаться вперед, для того, чтобы в этой жизни состояться как можно раньше? Не бояться своих желаний. То есть, если человек хочет раскрыться, ребенок хочет раскрыться, мы поможем. Вот это самое главное. Это может быть главное для нас, для взрослых людей, да, когда ты видишь, что есть у него какие-то задатки, подхватить их и создать условия для того, чтобы он проявился. Понимаете? К сожалению, чаще всего дети нам дают сигналы, а мы их не слышим, мы их не видим. Не потому, что мы плохие родители, не потому, что у нас нет педагогического или психологического образования, а в силу своей занятости, к сожалению, происходит именно так. Но согласитесь, что мы с вами взрослые люди, мы понимаем, что очень важно, когда наши папы говорят своим девочкам, что я тебя люблю, и ты очень красивая. И иногда, может быть, одного этого комплимента хватает девочки на всю жизнь для того, чтобы быть самоуверенной и нести себя гордо, как королева. Но далеко не каждый папа знает о том, что это нужно сделать, понимаете? Поэтому, да, надо отражать своих детей, нужно говорить им комплименты, нужно культивировать в мальчиках силу, но говорить им о том, что не всегда, не всегда нужно быть самым сильным. Но быть сильным, проявлять эту возможность обязательно нужно. Поэтому делайте комплименты друг другу, делайте комплименты своим детям, и я думаю, мы станем лучше. Тогда у всех всё получится. И не каждая девочка знает, что если она не дождалась этих слов от папы, она всегда может их сказать сама себе, чтобы сильно не уходить в поиск этих слов в других людях. Спасибо вам большое за сегодняшнюю интересную беседу. Я надеюсь, что она была интересна и для наших слушателей, и для наших зрителей, и наверняка была и интересна, и полезна. Приходите в школу инновационного менеджмента при главе Республики Сахай-Куция и учитесь новому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова